Утро выходного дня выдалось не только теплым и солнечным, но и по-настоящему праздничным. Сотни горожан собрались возле физкультурного комплекса «Лидер», чтобы принять участие в посадке деревьев в память о тех, кто 72 года назад одержал великую победу. Сегодняшняя акция у нас в честь тех, которых нет с нами, которые погибли на полях сражения. И поэтому мы посвящаем ее предстоящему Дню Победы. Уважаемые ветераны, желаем вам здоровья, желаем вам бодрости. Помните, что мы знаем о том, что вы совершили, и всегда готовы вам помогать и чтить тех, кто не вернулся с полей. Молодежь, очень приятно, что вы здесь, и надеемся, что вы будете продолжать эту акцию. Сегодня и погода, вот все то, что предвещает нам хорошее настроение. Поздравляю вас с предстоящими праздниками, желаю вам успехов, будьте счастливы, и давайте сегодня потрубимся на славу. Ура! Лес Победы называют мостиком памяти, из прошлого в настоящее и даже в будущее. Именно поэтому в этот день почетное право посадить первое дерево выпало ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Григорьевичу Яжину и главе города Денису Семенову. В этом году в городе выделено шесть площадок, на которых появятся молодые деревца и кустарники. На данном участке высаживаются четыре тысячи сеянцев сосны, а в городе порядка семисот декоративных кустарников и деревьев высаживаются. У нас помимо основных площадок в городе еще принимает участие все школьные и дошкольные учреждения, высаживают на своих территориях. Управляющие компании Ленком молодцы, во дворах высаживают и кустарники, декоративные беричины, форзицы, рябину сажают. То есть определили с ними тоже места, где необходимо. Так что скажем, чтобы во дворах закончить комплексное благоустройство, и во дворах было более так цивильно, комфортно и обновлено. Центральной площадкой акции стал целый гектар леса в деревне Бынино, который было решено засадить маленькими саженцами сосны. Перед началом посадки был проведен мастер-класс. До корневой шейки, вот видите, да? Я вот это, да, и засыпаем. Значит, второй, смотрите, рядом, раз, и придавливай. Одним, и все, вот так? Можно, ну, здесь у меня корешок попал. Сначала вот так делается, вот чуть-чуть вниз, потом вот так. А с этой стороны? Нет, с той стороны идет сажальщик, ногами оправляй. А, все. И вот так, каблуком, и отсюда тоже самое. Так, расстояние? Главное, расстояние 8 сантиметров, реже не надо. Вот смотрите, главное плотно утрамбовать, чтобы не было воздушной прослойки. И вот трогаем, она жестко сидит. Если будет воздух, то высохнет корневая система. Отдавая дань памяти грозным сороковым и подвигу дедов и прадедов, жители города от мала до велика приняли участие в акции, чтобы память о героев, отстоявших мир для половины Европы, жила в будущем. Очень приятно то, что откликнулось большое количество людей на такую патриотическую акцию. Лес Победы у нас здесь принимает участие сегодня, вот в лесу, в данном момент школа номер 14, также принимает участие юная армия, родное гнездо, многодетные семьи с маленькими детьми, находятся сейчас в лесу и высаживают эти деревья. Я думаю, что это у них отложится в памяти. Не осталось в стороне электрогурское телевидение. Наша съемочная группа не смогла удержаться и тоже приняла участие в высадке деревьев. Ну что же, давайте попробуем. Высок в основном, чтобы прижать плотно корневую структуру. Сказалю, хочу отнять у нее инструмент. Занятие, скажу, очень-очень приятное, а главное полезное. В память о погибших воинах посадила я сегодня три дерева. Дай Бог, чтобы они росли, набирали силу от чистого яркого солнца, от голубого неба. Оставить свой след в истории и сделать электрогорск красивее и чище мог каждый активный и неравнодушный житель города. Я принимаю первый раз в этой акции участие. Хотел бы сказать, что получил большое удовольствие, потому что я считаю, что каждый житель должен принимать участие в благоустройстве нашего города, делать его более чистым, более зеленым. Я думаю, что Лес Победы – это уже традиционные сложившиеся мероприятия, которые дают возможность каждому человеку почтить память о нашей Победе, а также провести хорошие выходные, хорошее мероприятие вместе с своими друзьями, коллегами и семьей. Чем больше будет таких акций, тем будет только лучше. И наши подрастающие поколения будут помнить о том героическом поступке, который совершили наши деды, прадеды, бабушки. И благодаря кому у нас сейчас светлое небо над головой. Прежде всего мы отдаем этой акции дань и память тем, кто не вернулся с полей битвы, в частности под Москвой. Поэтому это очень великая акция, можно сказать так. Не только зеленая, но и в память о павших. Сотни тысячи деревьев, посаженные в честь Великой Победы, будут расти, вставая в землю плечом к плечу, напоминая нам, что никто не забыт и ничто не забыто. Когда проходят эти посадки, приживаемость очень высокая, около 100%, 95-97%, потому что люди очень стараются. В 2011 году у нас были посадки, мы их дополняли два раза. Площадь была большая, народу было много, а вот такими маленькими площадями отличная приживаемость.